Семья для меня самое дорогое в жизни, а спорт занимает почетное второе место. Марина Лобач. Наша героиня, позволю себе такое сравнение, олицетворение Беларуси, чистое, открытое, какая-то светлое и завораживающее спокойствие. Смотришь на нее и влюбляешься в эту доброту. А когда узнаешь ее жизненный путь, то даже не верится, что столь хрупкая девочка смогла вынести на себе такие испытания. Именно она прервала десятилетнюю болгарскую гегемонию в художественной гимнастике. Она не сдавалась, когда рефери откровенно ее заслуживали. После ее выступлений на ковре оставались кровавые следы. Но она чувствовала и понимала, что все это не зря, что ей суждено стать первой во всех смыслах этого слова. Королевой спорта называют легкую атлетику. Но я вижу в этом некую несправедливость. Судите сами. Царские особи должны быть присущи. Красота, грация, изящество, чувство такта и прекрасного. А еще невероятное усердие и трудолюбие. Описание куда как больше подходит художественной гимнастики. А уж такого количества настоящих королев, которых она подарила миру, нет ни в одном виде спорта. Меня зовут Твалтва Цегиви. Вы смотрите программу «Чемпионы Евразии». И сегодня на золотом пидестале вечно юная и прекрасная первая из королев Марина Лобач. Личное дело Лобач Марина Викентьевна. Родилась 26 июня 1970 года. Прозвище «Поэтесса на ковре». Воспитывалась в семье столяра-станочника и кондитера. Любимый предмет художественной гимнастики – булава. Призовые за победу на Олимпиаде в Сеуле потратила на мебель в однокомнатную квартиру. Если не знать, кто она такая, то при знакомстве может показаться, что перед вами хрупкая ледь. Но стоит лишь немного присмотреться, и в ее глазах вы увидите невероятное упорство и жесткий характер, который и позволил ей в 88-м году стать первой. Именно с ее победы на играх в Сеуле началась золотая эра советской художественной гимнастики. Да, самая грациозная дисциплина стартовала еще в Лос-Анджелесе, но ту Олимпиаду страны соцлагеря бойкотировали. Поэтому для нас она номер один в списке победителей. Она для меня кумирю, потому что у меня не хватает сил так работать, но я пытаюсь. Она очень хороший тренер, хорошо преподает. Марина Викентьевна всегда преодолевает все трудности, стремится к своим целям. Марина Викентьевна мне нравится тем, что она понимает своих воспитанниц, потому что она сама через это прошла. Эти розы для Марины Викентьевны, потому что она удивительный человек. Таких людей очень мало на земле, и она особенная. Свой путь в большой спорт Марина Лобач начала в маленьком городке Смолевичи под Минском. И первые булавы для тренировок ей выточил на станке отец. Это были увесистые предметы из цельного куска дерева. О необходимых 150 граммах и говорить не приходилось. Как признается наша героиня, стекол в квартире она побила немало. Но желание тренироваться и пробовать новые элементы всегда и везде было сильнее. Да и родители не ругались на нее за очередное разбитое зеркало. Семья вообще была всегда на стороне будущей чемпионки. Две старшие сестры в трудные минуты находили нужные слова поддержки, а папа и мама помогали делом. Вытачивали булавы или шили купальник. Первый купальник мне шили из купальника спортсменки из прыжков в воду. Такой был эластичный, классный купальник. И вот рукав отпороли, и сделали мне купальник. Он так тянулся, он такой красивый был. В 70-е годы в Смолевичи по распределению приехала молодая и амбициозная тренер Ирина Липарская, которой досталась расформированная секция художественной гимнастики. Если быть откровенным, то этого в ее сценарии не было. Липарская надеялась, что ее оставят в Минске, где были условия лучше и возможностей больше. А тут маленький городок с одной спортшколой, где вместо гимнастических ковров борцовские маты. Для начала нужно было набрать новую группу. Однажды по пути на станцию Ирина увидела семилетнюю девочку, которая прыгала на скакалочке. Случайностей не бывает, говорит сегодня Липарская. Но тогда ей просто были нужны люди в секцию. Как тебя зовут? Марина? Хорошо. Приходи на тренировку, я научу тебя разным элементам и не только со скакалочкой. Так началась большая спортивная карьера будущей олимпийской чемпионки Лобач. Просто занималась своим любимым делом, мне нравилось. Нравились предметы, которые в художественной гимнастике есть, и скакалка, и обруч, и мяч, и ленты, булавы. И все это было как-то постепенно, и все это было с музыкой. И очень много интересного я видела на соревнованиях, какие упражнения у девочек, что они могут делать, что могут делать со своим телом. То есть это все настолько завораживало и, наверное, увлекло надолго. Чтобы понять уровень упорства маленькой Марины Лобач, достаточно вспомнить возраст, в котором она действительно стала серьезно тренироваться. Ей было 11 лет, а золото Сеула она выиграла 18. Скажи сегодня кому-нибудь из тренеров, что за 7 лет нужно из любителей сделать чемпиона Олимпиады, вас поднимут на смех. Но ее трудолюбие и решительность говорили сами за себя. Она сама решила в 11 лет остаться жить в Минске и поступить в училище Олимпийского резерва. Блистательное выступление на спартакеаде народов СССР позволило войти в национальную команду страны, а ведь ей к тому моменту было всего 12 лет. Лучшие гимнастки со всего Союза мечтали попасть в сборную. Конкуренция была мощнее, чем на чемпионате мира. Порой даже вели грязную борьбу за место под солнцем, могли проколоть мяч или обрезать ленту. Это были жернова естественного отбора, которые многих ломали. Творческая, выразительная, легкая, трудолюбивая. Подруги по сборной только так описывают Лобач. Внутри команды была очень теплая атмосфера, которая помогала расти и побеждать главных конкурентов. Необходимо было не просто прервать гегемонию болгарской школы художественной гимнастики, а самим занять королевский трон. Цель была ясна – подготовка к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. Сомнений не было, Лобач туда попадет, ведь ее техника считалась почти идеальной. С середины 80-х она неизменно на педестале всех крупнейших международных соревнований. Галина Крыленко признается, что она ждала от подопечной только идеального исполнения, ведь девочка жила гимнастикой, и ее не нужно было чем-то мотивировать. Единственное, на что Марина отвлекалась – это стихи, которые любила читать и писала сама, а вдохновение находила, гуляя по лесу. Мне очень нравилось ходить в лес. Мы с моим отцом ходили в лес, собирали грибы, и для меня это было очень увлекательно. Я дышала, заряжалась такой положительной энергией, и мне, наверное, вот это придавало какой-то силы, такой вот раскрепощенности, потому что, ну, свежий воздух, он всегда дает какие-то положительные чувства энергии. На тренировке художниц во время подготовки к Олимпийским играм приходили посмотреть, как на выступления в театр. На базе в Новогорске самыми частыми гостями были, конечно же, футболисты. Могли по несколько часов сидеть и поражаться стойкости, выносливости и грациозности девушек. Шутили, дескать, мы бы давно махнули рукой и пошли отдыхать. Но девушек не могли отвлечь от подготовки даже парни-футболисты. А Лобач вообще не могли сломать никакие трудности. Незадолго до игр она травмирует ногу и находится на грани пропуска главных стартов. Уже в самолете в Корее у нее начинается дикая зубная боль. Лечить нельзя, иначе можно провалить допинг-пробу. Пришлось кладь мышьяк и терпеть. В ночь перед выходом на ковер ей приснился вещий сон, как она стоит на пьедестале и ей вешают медаль. По признанию самой Марины Викентьевны, хорошего в этом ничего она не увидела. Ей хотелось наяву получить награду. Но этот сон помог ей спокойно и с холодной головой пройти каждый вид программы многоборья. Она получила не самый удачный четвертый номер посева. Считалось, что после первой тройки дальше уже судьи не смотрят. Но обе болгарки и еще одна советская гимнастка Тимошенко обе булавы уронили. А значит смотреть придется. Безукоризненно, чистое исполнение. Она была спокойна и уверена в себе. Та легкость и энергетика, с которой она выходила на ковер, стали на долгие годы визитной карточкой всех гимнасток с постсоветского пространства. Что бы ни происходило, как бы тяжело ни было. А ведь она выступала босиком и каждый раз на ковре после нее оставались кровавые пятна от стертых мозолей. Как же удалось обыграть болгарских девушек? Ну, наверное, они сейчас были меньше, хуже немножко готовы. И после чемпионата Европы они, мне кажется, немного трогнули. Потому что мы очень хорошо выступили. И все-таки справедливость есть на этом сети. Ее спортивная карьера закончилась в 19 лет. В художественной гимнастике вообще не задерживаются надолго. Но Марину откровенно стали засуживать. Выиграла молзула та олимпийская. Да и другим выиграть. Такое случилось на чемпионате СССР. Тренер была в бешенстве. Так издеваться над чемпионкой я не позволю. Белопыч ушла из большого спорта. Ей предлагали участвовать в показательных выступлениях, ездить по всему Союзу и миру. Но она отказалась. Приглашали ее, конечно же, и работать за рубеж. Но сама мысль остаться без родных мест и семьи оказалась невыносима. После института я съездила на некоторое время, на несколько месяцев в Италию. И работала там в одном из клубов. Готовила к чемпионату Италии гимнасток. Но это было не так долго. Потом я приехала, у меня родились дети. И уже была такая большесемейная жизнь. Сегодня она самая заботливая жена и мама, у которой все на своих местах. В свободное время она копается в огороде и сама готовит самые вкусные блюда на стол. Но маму ее называют не только дочерью. Для целого поколения белорусских гимнасток. Минский дворец спорта – второй дом. А Марина Лобач – вторая мама. Сегодня она вспоминает те слова, которые ей говорили Липарская и Крыленко. Сегодня она настраивает своих девочек на победы и ставит только самые высокие цели. В 2004 году в столице Беларуси открылась школа имени олимпийской чемпионки. А ежегодно проходит турнир на призы Марины Лобач для юниоров. Нас воспитывали на этой фамилии, что это наша первая олимпийская чемпионка. Но у меня была история, что мой первый бэби-кап в детстве. Я выступала с платочком голубеньким, и я его, к сожалению, потеряла. И Марина Викентьевна дала мне свой платок, с которым пришла на бэби-кап. Она мне дала его выступить, и я была самым счастливым ребенком. Гимнастка на ковре – точно актер на сцене. За полторы минуты она должна рассказать зрителю свою историю, выразить чувства через элементы и движения. Ее костюм, предметы и даже их цвет – часть этой истории. Они не могут быть случайными. Если булава красная, то в этом должен быть определенный художественный смысл, иначе это уже не гимнастика. Лобач была всегда творческой натурой. И после карьеры спортсменки мечтала о театральной сцене, посещала спектакли линкома и хотела поступать в театральные. Но отдохнув от любимого спорта, вернулась. И остается в нем по сей день.